Добрый день, любители радиоуправляемых моделей! Сегодня у нас мини-политушки. Сегодня мы испытываем нашу мелкую технику. Это метательный планировок, летающее крыло. Еще вот такой маленький планировочек по мотивам истребителей МиГ-15. В скором времени он появится также на нашем канале в рубрике модели для детей. И переделанный из вертолетика В-911 электропланер. То, что он летает вы уже видели. Сегодня попробуем показать на что он способен. Для сравнения взяли наш автожирчик Твирл. Он чуть побольше. Но это тоже модель без элеронов. И попробуем сравнить управляемость вот этого электропланера и автожира. Как видите, китайские палочки нам в помощь. Материал доступный. В то же время ходовой. Ну что ж, испытаем для начала ДИК-15. Давай. Сегодня, конечно, ветер для таких самолетиков. Но попробуем, как он себя поведет. Бумеранг. Ну а сейчас запускаем крылышко. Что она нам покажет. Резинка слишком мощная для этого крылышка, его выгибает. Надо потоньше рыболовную. Надо потоньше резинку убрать. Ну, в принципе, хорошо. Вот сейчас пошел очень хорошо. Развернулся. Идет, висит. Молодец. Хорошо. Вот он попал в струю. Как видите, мощной резинкой согнуло. Стоечки. Они хоть и вклеены были, но держатся только на тоненькой деревянной накладке. Внизу пенопласт, конечно же, не удерживает. То есть, чтобы можно было резинку зацеплять, лучше засверливать немножко под углом эти держатели. Тогда резинка так соскакивать не будет. Ну, а сейчас переходим к самому интересному. Это радиоуправляемый планер. Сейчас я подключу аккумулятор к нему. Как видите, сам планировок я маленько облагородил. Сделал ему имитацию кабины. Сделал красные законцовки крыла, чтобы лучше видно было. Ну, все работает. И можем лететь. Ветер, конечно, сильный, сдувает. Но, как видите, планировок справляется даже с такими ветром. Солнце! Солнце, ага. Солнце ушел. Сейчас попробую развернуться и сбоку пройти. Если получится, конечно. Столбы! Все-таки 3-4 метра в секунду для этого планировочка многовато. Он летает, но управлять им тяжело. Ох, собаки еще тут носятся. Отлично! Они завтра жира будут носиться, наверное, вообще. Не запланированная посадка. Не запланированная посадка. Нет, я посадка. Убить или ты, что, встали только на бензине. По посадке не так походится, а то уныл в руку. Стрелял это по метру более нею. А вот этот вот он летает без мотора. Ты же тогда позором как-то интересный. Отлично! Ну, теперь сравним управляемость маленького планера с более крупным автожиром. Попал в кадр. А ты что? Да, и тебя выложат в YouTube, и ты будешь на весь мир светиться, что ты принимал участие. Звезда YouTube. Да. Зайдешь, посмотришь. Словно! Да, это маленькие. Это ничего не сделают. Это бензин. Пошел, пошел, то дремовку вернулся. Им против ветра тяжело разворачивать. Ну, что ж, конечно, тоже сдувает. Опа! Вот теперь авария. Ну, сейчас кто-то не снимает? Чего не снимает-то? Очень хорошо. Авария. Ну, что ж, поломка ограничилась стойкой шасси. Ветер свое дело делает. Ветер свое дело делает, к сожалению. Но, тем не менее, сама модель практически цела. Ничего больше не сломалось, кроме стойки. И летатель она вполне может только запускать надо с рук. Авокатский фокат, кто малый, да? Да-да, удар, потому что... В такую погоду низко метать, конечно, опасно. Но это мы делаем ради вас, дорогие наши зрители. Все ради вас. Все-таки более тяжелая модель. Ветер ведет себя более уверенно. Принцип управления примерно такой же, как и у планера. Но планер, для своего размера, летает побыстрее. Все-таки автожир, благодаря вот этим двум несущим винтам, имеет возможность летать с гораздо меньшей скоростью. Если бы не относительная хрупкость конструкции, то, вот как учебно-тренировочная модель, я бы его, пожалуй, мог рекомендовать. Но при неудачных падениях роторы ломаются очень быстро. Несмотря на отсутствие элеронов, боевые развороты получаются довольно неплохо. Еще одна незапланированная посадка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Погода сегодня для таких маленьких моделей тяжелая. Итак, вот мы испытали две наших модели. Обе без элеронов. Обе в довольно тяжелых условиях. Итак, что можно сказать про эти модели? Планер для своего размера, он летает заметно быстрее, чем автожир. Конечно, их скорость примерно одинаковая, но планер меньше, и в масштабе его скорость получается более высокой. Управляемость даже в такую ветреную погоду, как сегодня, 3-4 метра в секунду, как видели, достаточная, чтобы разворачиваться на небольших площадках. Обе модели прекрасно подходят для ограниченных площадок, вот вроде этой автостоянки. Но есть некоторые различия, конечно же. С одной стороны, более тяжелая и более мощная модель ведет себя в ветер более уверенно. Мотор позволяет вытягивать ее, в том числе и на вертикали. Планер такого не может. Как мы проверяли тяговую вооруженность, мощности у мотора не хватает поднять вес этого планера. Тем не менее, если следить за скоростью, не давать модели скорость терять, летает он вполне успешно. Но, с другой стороны, у обоих моделей сегодня были небольшие падения, небольшие аварии. Планер после такой незапланированной посадки остался абсолютно цел и невредим. Благодаря заднему расположению мотора, благодаря деревянному носу, вот этому крючку. Ну, автожир маленечко пострадал. Во-первых, оторвалась стойка шасси. Конечно, китайские бамбуковые палочки, материал не такой уж дефицитный, и подчинить его не проблема. Но, тем не менее, это неприятно. При втором падении, вот немножечко треснула в носу вертикальная эта пластина. Тоже ничего страшного. Но выжила она, по сути дела, благодаря проклейке рейкой. Если бы рейки не было, смяла бы весь нос. В случае падений, чем модель легче, тем меньше она ломается. Так что вот, друзья, если вы повторяете модели за нами, то старайтесь не пренебрегать теми действиями, которые делаем мы. В частности, проклейкой рейками, какое-то усиление дополнительное. Конечно, это немножко нагоняет вес модели. Если вы профессионал, если вы летаете, скажем, на зальных моделях, где каждый миллиграмм на счету, к вам этот совет не относится. Но для новичков, кто только-только начинает управлять радиомоделью, ну или для любителей, которые летают от раза к разу, пару раз в месяц выходят на поле, такие решения могут спасти модель, могут избавить вас от какого-то сложного и долгого ремонта. Ну что ж, сегодня мы испытали эти наши модели в тяжелых условиях, в ветреную погоду. В следующий раз мы постараемся выбрать погоду более тихую, желательно вообще штиль, и испытать поведение этих моделей уже в идеальных практически условиях. Ну и сравним, как они будут себя вести в воздухе, насколько ровным и спокойным будет их полет при отсутствии ветра, при отсутствии турбулентности. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Сейчас весна, на улице постепенно теплеет, и чем теплее будет на улице, тем чаще мы будем выходить на полетушки. Так что заходите почаще, не пропускайте новые выпуски. До новых встреч, друзья. Пока. Да, и не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова